Слышно? Слышно прекрасно. Да, очень приятно сегодня видеть Евгения Владимировна у вас. Всем добрый день, всех поздравляю с наступающим Новым годом. И сегодняшнюю встречу, я, видимо, Владимира, Евгения Владимировна уже озвучила, мы хотели посвятить такой интересной теме, как организация праздников, особенно накануне Нового года. Очень хочется, чтобы у всех слушателей, у всех участников, всех циклов вебинаров, которые у нас проходили на протяжении этого полугодия, начиная с сентября месяца и до сегодняшнего дня, очень хочется пожелать всем хорошего настроения в этом году, и чтобы все, что у них происходило, все работало на хорошее настроение, какое-то приятное времяпрепровождение. И мы подумали, что как раз, наверное, очень важно поговорить о том, а как все-таки организовать этот праздник, чтобы семье было весело, интересно, здорово. Елена Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. С нами сегодня Елена Вячеславовна Горальникова. Вот мы уже все собрались. Вот один яй какой-то из шапочки. Ну, я думаю, что еще все впереди. Елена Вячеславовна, мы очень рады вас приветствовать. Вот есть, есть, пожалуйста, сказать для наших слушателей сегодняшних. Ну, коллеги, у нас сегодня, мне кажется, такое предпраздничное уже настроение и мероприятие, хотя тема, на самом деле, совсем не простая. Я, казалось бы, празднусь к ней праздной, но все-таки есть определенные особенности восприятия праздников нашими детьми. И для того, чтобы это было всем комфортно, для того, чтобы это всем было в радость, нужно этим правилам следовать и стараться как среду окружающую для детей не приспособить так, чтобы никто от нее не знал, все получили хорошее настроение, обычное предновогоднее. Вот, поэтому спасибо большое, что в этой теме у нас прямо один из самых окружающих в стране. Я думаю, что это будет полезно, потому что у нас Евгений Хелькевич готовится к праздникам, и чтобы он действительно у нас зря. Спасибо. Да, спасибо большое. Ну, я представлю еще раз. Сегодняшний вебинар заявлен на тему «Новый год и семья воспитывающая ребенок сразу». И эту тему раскроет Евгения Владимировна Хелькевича. Это наш специалист, специалист Федерального ресурсного центра. входит в целом огромном направлении по социо-культурной интеграции. Она расскажет об основных правилах и основных направлениях работы с ребенком при включении его в массовые культурные мероприятия и урочную деятельность. Осветит какой-то, возможно, аспект сегодняшний вот этой темы. Но вот в подтверждении того, что сказала еще Елена Вячеславовна, кто очень хочется, чтобы все было хорошо, то, как говорится, любое хорошее мероприятие – это хорошо спланированное заранее мероприятие. Поэтому очень, кстати, хотелось бы дать какие-то, наверное, понимания о том, как все-таки вот это спланировать, как это сделать, с чего начать, что предусмотреть, чтобы ребенок, который будет окажется, может быть, возможно, в новой для себя ситуации, как мы все знаем, потому что многие семьи, не зная, как объяснить ребенку, куда они идут и как себя там вести, да, у нас никуда не ходят. Да, хотя на самом деле вероятность того, что ребенку там очень понравится, она высокая. В моем опыте, в моей практике это повсеместно. Малая редкость, когда ребенок остается равнодушным в таких мероприятиях. Евгения Владимировна, если можно, вам слово расскажите, научите, поясните. Спасибо большое, Сергей Николаевич, за представление. Елена Вячеславовна, приветствую. Я надеюсь, что мы сегодня сможем поговорить о каких-то основных аспектах. Действительно, планирование, планирование, еще раз планирование, это вообще краеугольный камень, когда мы хотим куда-то пойти и что-то новое сделать с ребенком с аутизмом, да, но давайте вообще поговорим о том, что такое, да, для семьи, где воспитывается ребенок с аутизмом, Новый год. Традиционно мы все с вами предвкушаем очень заранее, да, что вот скоро праздники, мы отдохнем, это какой-то радостный период, мы пытаемся впихнуть там миллион дел в последние оставшиеся там 2-3 недели или 2-3 дня, у кого сколько остается, да, для того, чтобы наконец-то выдохнуть, сесть за стол, отпраздновать, гулять, развлекаться и, в общем, весело проводить это время. Давайте посмотрим немножко на это время глазами человека, имеющего расстройство аутистического спектра. Здесь даже неважно, какого возраста наш человек, маленький ли это ребенок, или он школьного возраста, или уже подросток, или взрослый, да, что такое вот этот вот достаточно длительный новогодний период, да, у нас вот сейчас в связи с тем, что школьные каникулы уже сегодня последний учебный день, да, из понедельника начинается, растягивается на 2 недели, то есть 2 недели какой-то непонятной суеты, да, перед этим еще очень много всего происходит непонятного, и потом вдруг у ребенка прекращается все то, к чему он привык, да, мы знаем, что когда у ребенка есть диагноз аутизм, и он уже достаточно, ну, или какое-то время, или, может быть, достаточно длительное время находится уже в коррекции, или он учится в школе, да, это что такое? Это расписание, да, есть привычные рутины, есть то, чему он следует, мы потратили на это достаточно большое время, чтобы к этому расписанию он привык, приучился, и он, в общем-то, уже достаточно успешен, да, от начала учебного года прошло уже 4 месяца, и ребенок действительно начинает уже хорошо адаптироваться в той школе, или в том учебном заведении, в котором он находится, в детском саду, может быть, может быть, он посещает какой-то коррекционный центр, и вдруг резко это все прекращается, да, перерыв в привычном расписании занятий для нас, нейротипичных людей, может быть очень приятным, и мы этого ждем, и предвкушаем, и отмечаем на календаре, когда это произойдет, для ребенка с аутизмом это, как правило, как раз стрессообразующий фактор, почему, да, вот вроде бы у него есть расписание, он привык к таким-то вещам, к каким-то занятиям, и вдруг этого всего нет, и помимо этого еще и много других не очень приятных факторов, потому что они все связаны с какой-то новизной и прекращением привычного, да, это много новой еды вокруг, что-то готовят, какие-то салаты, смеси невообразимые, майонез и так далее, появляются какие-то неизвестные люди в доме, начинают приходить, может быть, еще заранее до Нового года, да, уж в Новый год-то точно будет много гостей, появляются какие-то непонятные традиции, да, которые нужно соблюдать, какие-то ритуалы, которым все следуют, да, там, садятся за стол, чокаются шампанским, приходит какой-то непонятный там дядя с бородой, очень много всего, да, а самое главное, что не очень понятно, сколько вообще все это продлится, и почему вдруг это все наступило, да, когда мы понимаем, что неважно, какая форма аутизма, да, мы понимаем, что это, в принципе, все равно другое восприятие мира, есть определенная задержка в понимании каких-то, особенно социальных реалий, да, прежде всего социальных, да, почему вот я читала те вопросы, которые задавали участники нашего вебинара, да, когда регистрировались, что очень у многих детей вызывают непонимание, почему там дедушка надел бороду и притворяется дедом Морозом, когда он дедушка, да, зачем вообще все это нужно и сколько это продлится. И для того, чтобы облегчить, в принципе, проживание этого этапа, да, если мы его очень ждем и предвкушаем, то для ребенка надо скорее помочь его максимально пройти безболезненно, максимально сохранив все то привычное, к чему он привык, а то непривычно наполнить тем самым радостным содержанием, которым мы наполняем этот праздник. Что нам здесь может помочь, да, когда мы говорим о визуальной поддержке, которую мы используем, мы очень много, да, используем всего при работе с ребенком с аутизмом, когда у нас есть ребенок с аутизмом в семье, дома, то у нас тоже много визуальных расписаний и подсказок, но смотрите, нам важно понимать, что это визуальная поддержка, которую мы можем использовать, действительно понятна ребенку и помогает. Хорошая идея отметить на календаре, да, праздничные дни, да, и говорить о том, что вот этот период продлится две недели, но уверены ли мы, что ребенок понимает календарь, что он понимает, вот, что эти две недели продлятся столько-то, и для него это будет, ну, чем-то значимым. То же самое про адвент календари. Сейчас очень популярно, да, многие из нас заводят дома вот эти адвент календари, которые на 31 день, допустим, да, они с 1 декабря по 31 января, вот у нас длится этот период, по 31 декабря у нас длится период ожидания праздников, и мы каждый день открываем там какой-нибудь конвертик, там что-нибудь, может быть, вкусненькое или какое-нибудь интересное задание. Но на чем это основано? Это основано на том, что дети, нейротипичные дети, дети без особенностей развития или дети с какими-нибудь другими нозологиями, они очень ждут, да, они ждут этот праздник, они хотят, им тяжело ждать, и поэтому мы придумаем адвент календарь, чтобы как-то скрасить это ожидание, уже каждый день дарить какие-то маленькие подарочки и сюрпризики. Адвент календарь для ребенка с аутизмом должен выглядеть, конечно, совершенно не так. Он ничего не ждет и не предвкушает. Более того, он очень, не очень рад непонятному периоду, непонятных для него активностей, беспривычных для него занятий и его такого устоявшегося расписания. Поэтому адвент календарь для ребенка с аутизмом, он должен охватывать не период подготовки, который для него-то протекает обычно как раз привычно. Это мы бегаем по магазинам, закупаем подарки, да, а ребенок продолжает ходить в школу на свои занятия, для него пока ничего не меняется. Он должен как раз охватывать тот период, который будет каникулярным. Вот те самые две недели, они будут для него сложны. И он для него покажет начало и конец этого периода. Вот эти самые 14 дней или сколько можно посчитать, у кого когда начинаются каникулы, да, у кого-то каникулы будут традиционно там с 30 или с 31 декабря, у кого-то они раньше закончатся. Вот этот самый период и обозначить. В календаре, если ребенок понимает уже хорошо, да, последовательность времен года, смену времени суток и вообще календарные месяцы и дни недели. Или если он еще не понимает, то просто количество вот этих вот дней, которые будут в каникулярном периоде. Если их 7, то 7 кармашков, если их там 10, то 10, если 14, то 14. И каждый день обозначать, что день закончен, он прошел, и вот нам осталось еще 10 дней до конца праздника. Да, здесь мы немножко смотрим на эту картину наоборот. Мы скорее запускаем обратный отчет этого календарного дня. И, конечно же, пытаемся под каждым этим сюрпризиком спрятать что-то приятное для ребенка. Да, это может быть и сладкий подарок, это может быть и какое-то интересное для ребенка игрушка, может быть какое-то задание, если ребенок уже понимает задание, да, самые простые что-то в форме квеста. Может быть, это какая-нибудь фотография того приятного для ребенка события, которое в этот день его ждет. Допустим, его любимый фильм он будет смотреть. Насчет того, что мы туда будем каждый день вставлять какие-то события, которые мы для него готовим, например, там поход на елку или поход в гости, это не обязательно будет означать, что это для ребенка приятно, не обязательно вставлять в календарь каждый день новую елку, потому что это, наоборот, может дезориентировать очень сильно ребенка. И вообще так составлять расписание, что у него будет каждый день новая елка, потому что это, пожалуй, одно из самых сложных испытаний для ребенка с аутизмом, которые ему предстоит пройти, особенно пока он еще маленький, если он у нас дошкольник, да, если мы так спланируем наши новогодние праздники, что у нас каждый день поход куда-то, я боюсь, к концу этих праздников мы все будем очень сильно истощены и измотаны, да, в таких мероприятиях, чем меньше ребенок, тем должно быть меньше. И, конечно же, мы пытаемся с ребенком заранее, задолго до наступления Нового года, беседовать и объяснять то, что будет происходить, да, мы готовим его вот к этому периоду, который не всегда понятен. Замечательный инструмент для подготовки даже маленьких детей, старших дошкольников, младших школьников, это социальные истории, которые мы очень любим и используем при работе с детьми с аутизмом, где в доступной, максимально дружелюбной и понятной форме дается объяснение того, что же такое Новый год, да. Можно делать социальные истории на разные темы, в зависимости от уровня понимания, обращенной речи вашего ребенка, да, потому что все-таки социальные истории – это прежде всего текст, ребенок должен понимать последовательность происходящих событий, должен понимать смысл того, что там изложено. Они могут быть совсем простенькие, буквально из трех-четырех предложений, если у нас дети дошкольники, могут быть подлиннее, если у нас дети школьного возраста. Вот здесь, например, у нас пример истории про новогоднюю елку, и объясняется то, что мы должны заложить в социальную историю, то, что может быть сложным. Например, когда появляется эта самая елка, что надо что-то передвинуть и переставить в квартире, и ребенку с аутизмом совсем, как правило, это не понравится, особенно если эти перестановки еще коснутся его комнаты или его пространства, в котором он привык находиться, поэтому к этому надо ребенка готовить сильно заранее, что возможно, вы видите, здесь есть этот текст, что возможно нам придется переставить мебель, чтобы освободить для нее место. Объясняется, какие могут быть елки. В общем, текст этой социальной истории. Всем, кто сегодня пришел к нам на вебинар и кто зарегистрировался, я тоже вышлю. Может быть, кому-то еще это будет актуально, но если вы зайдете на сайт Carol Gray, который создатель метода социальных историй, вы найдете у нее еще много других примеров. К сожалению, не на английском языке, но те, кто владеет английским, может, вдохновившись этими образцами, составить такую историю на русском именно под сложности, которые могут подстерегать именно вашего конкретного ребенка, потому что у всех сложности разные. Для кого-то сложно может быть и то, что елка пахнет. И здесь мы либо объясняем ребенку, даем заранее понюхать эти елки, либо вообще отказываемся от натуральной елки и выбираем искусственную для того, чтобы этого вообще избежать. Мы, в принципе, следим за тем, чтобы максимально не вносить какое-то количество таких сенсорно-неприятных вещей в пространство, когда готовимся к Новому году. Если пока понимание речи снижено, и вообще ребенку еще сложно понимать какие-то тексты или какие-то истории на слух, используем по максимуму визуальную поддержку. Еще раз повторяюсь, она должна быть ребенку понятна. Если у нас должна появиться елка, мы можем сделать вот такой вот календарь, когда мы не в один день вдруг пришел ребенок из школы, и там уже стоит украшенная и наряженная елка, и вся комната преобразилась абсолютно. Это может, кстати, даже шокировать в какой-то момент ребенка, особенно маленького, что вдруг в его квартире превратилось в что-то совершенно другое. Поэтому готовим заранее, вносим в календарь день покупки. Вы видите, здесь уже немножко в прошедшем времени. У меня тут 21 декабря мы ходили за елкой, но вот у меня, например, лично еще елка не стоит, я думаю, у многих тоже. И мы только будем это делать в ближайшие дни. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок знал о том дне. Покажите ему с помощью визуального расписания, с помощью визуального календаря о том, что в этот день мы пойдем за елкой, и она в доме появится. И когда этот день... Не надо в этот же день кидаться ее наряжать. В следующие дни посвятите тому, что вы разберете те игрушки, которые можно на нее вешать. Один день вы можете разбирать гирлянды и вешать их на елку, другой день вы можете разбирать игрушки. Вы можете просто играть в эти игрушки, не надо сразу вешать. Вы можете просто показывать, что это что-то интересное, безопасное. Желательно выбирать не мигающие гирлянды, потому что если у ребенка есть эпиактивность, то мигающие гирлянды вообще нежелательно использовать в пространстве. Но есть такие дети, которые очень любят, наоборот, цветовые эффекты. Это сенсорно-притягательный предмет, может быть. И наоборот, ему очень понравится, если весь дом будет завешан гирляндами. Поэтому опирайтесь на те сильные стороны, на те интересы, которые есть у вашего ребенка. Выбирайте эти игрушки вместе с ним и украшайте вместе с ним. Не надо выделять на это один день или один час перед Новым годом, когда у вас есть, чтобы украсить елку. Растяните время украшения новогоднего дерева на несколько дней. И тогда это станет… Вот был тоже вопрос, во что играть. Очень замечательная игра – это «Наряди елку и сними с елки все игрушки». Очень тоже любят дети и наряжать, и снимать. И можно делать это несколько раз, и можно делать это в несколько заходов. Например, сегодня в пятницу мы повесим только шары, а завтра мы повесим зверей. Может быть, у нас там тематическая елка, может быть, у нас какие-то персонажи мультфильмов и так далее. Это можно все растянуть и превратить действительно в удовольствие. А сегодня мы вешаем только желтые игрушки, а сегодня только красные и так далее. В зависимости от того, как вы запланируете, это можно растянуть на целую предновогоднюю неделю и сделать это как раз максимально игровой. И в такой форме, когда это не будет очень сильно стрессово для ребенка, как здесь изображено, что мы все-таки придерживаемся принципов сенсорно-безопасного пространства, и что не будет такого, что ребенок пришел из школы, и вдруг его комната полностью преобразилась, превратилась в что-то другое. Максимально спокойный новогодний декор. Придерживайтесь принципов минимализма. Желательно ставить елку вообще не в комнате ребенка. Все-таки это сенсорно такой очень притягательный предмет и небезопасный. Мы не знаем, как он отреагирует. Желательно это где-то далеко. Как он там будет в темноте это воспринимать, мы не знаем. Лучше это ставить в гостиной, если есть такая возможность. Может быть, некоторые ставят даже на фухню, если это небольшая елка. И по возможности сохраняя окружающую среду без изменений. Другое дело, что по мере взросления и по мере того, что мы каждый год вводим эти ритуалы. Очень медленно, поступательно, очень щадяще для ребенка. И со временем, поверьте, он полюбит украшать елку, он полюбит готовить квартиру к празднику. И у вас, может быть, как раз будет очень много этого декора. Но все в свое время, все поступательно. Не надо с этим спешить. Если ребенку не нравится категорически елка и вообще весь этот малогодний декор, совершенно нормально от него вообще отказаться. И чисто символически где-то эту елочку поставить маленькую на столе в кухне, для того, чтобы родители все-таки имели ощущение праздника. Но не надо думать, что если вот в этом году ребенок елку не любит, не хочет, и вообще свалил, половину игрушек куда-то выкинул, что так будет всегда. Так не будет всегда. Но если мы хотим, чтобы вот этот вот период, когда мы совместно всей семьей разделяем этот прекрасный праздник, и ребенок понимает и с радостью участвует в ритуалах, мы начинаем постепенно, уже с самого маленького возраста, их вводить. Пусть это будет в этом вводить. Пусть это будет один маленький шарик, который ребенок повесит на маленькую елочку, но он все-таки будет. И для того, чтобы как раз эти активности поступательно, медленно, но верно вводить в жизнь ребенка, что это наступает каждый год, все-таки это тоже нечто регулярное. Каждый год и всю его жизнь. Вокруг ребенка будет эта суета, потом уже взрослого. И для того, чтобы он полюбил этот праздник, здесь как раз нам нужно быть очень последовательным. Нам нужно заранее подготовиться. Сейчас интернет пестрит огромным количеством новогодних чек-листов, 150 дел, которые нужно успеть для Нового года. Они очень невротизируют родителей и взрослых. Не надо следовать этому примеру. Как раз наоборот чек-лист. Отличная история для человека с аутизмом, если он не перегружен, если все, что там указано, посильно и понятно ребенку. Зато он очень структурирует активность. Продумайте заранее. Пусть их будет не 150, и не 30, и не 40. Пусть их будет 5 этих новогодних дел, которые нужно сделать. Но они будут. Они будут висеть где-то в виде тоже красивого плаката. Еще раз визуальная поддержка. И мы постепенно будем с ребенком отмечать вот эти галочки, что мы к чему-то подготовились. Мы там написали письмо Деду Морозу, испекли печенье, мы нарядили елку и так далее. Что мы хотим туда вложить. Пусть даже будет это 3 новогодних дела, но это уже какой-то ритуал. Не надо перегружать, но и не надо совсем оставлять без внимания. Если у нас такая вот белая минималистичная квартира, как у нас сейчас с Еленой Вячеславной, где нет ничего, кроме наших шапочек, то ребенок может и не заметит, что что-то произошло. Мы такого не хотим. Мы хотим, чтобы он проникался этим праздником, чтобы все-таки радостное настроение у него наступало, и чтобы постепенно радостные эмоции сопрягались с этим праздником у ребенка. И поверьте, это произойдет раньше, чем вам кажется. Когда трехлетний ребенок рыдает перед новогодней елкой и бьет игрушки, кажется, что никогда не будет, что он его полюбит. Поверьте, это будет. Но нам нужно приложить такие не очень большие усилия, но которые понравятся как раз нам совместно что-то делать с ребенком. У нас будут эти активности совместные, семейные. Елена Вячеславовна, вы как совместные активности любите, семейные? Вы с какого возраста начинали вводить детям? Ой, Женя, я вспоминаю времена, когда мой сын был маленьким, и как мы вообще с огромным трудом. Как раз эти советы бы мне так пригодились тогда. Мне хотелось ему подарить праздник, хотелось, чтобы он чувствовал этот Новый год. Но ему было так все это трудно, так все это непонятно, так все это пугало, все эти елки. Сколько елок мы пороняли дома, это вообще не сказать. И надо сказать, что первое, что я сделала после первого неудачного Нового года, я купила маленькую пластиковую елочку с пластиковыми игрушками, которые можно было ронять сколько угодно, разбирать, собирать. И вот это вот нас прямо-таки спасло. Вообще, кстати, тоже интересная активность. Урони елку и собери ее заново. Это же движение важное, выработаем какую-то не тут ронять. У маленького ребенка. Нет, Лена, это нормально. Пока, если ребенку нравится ронять елку, но он испытывает от этого положительные эмоции, то надо создать ему условие, чтобы он ее ронял тогда, чем ее вообще убрать и ему не показывать. Потому что в этом году он ее хочет ронять, в следующем уже он будет более осмысленно относиться к ней. Да, но, конечно, здесь все очень поступательно. В дошкольном периоде действительно очень это все сложно. Но полностью устранять праздник мы не будем. Мы все-таки создадим те активности, которые для ребенка посильны и которые ему понятны. Мы прежде всего делаем мир вокруг него понятным. Скажите, вот сейчас, как уже ребенок ваш подросток, как он относится к Новому году? Все уже никто не роняет елку, ни старший, ни младший. Уже все ждут, когда мы ее купим, настаивают. Вот сейчас мы за ней поедем. И хотят ее украшать, хотят, чтобы она стояла и пахла. Вот. И уже, конечно, другие ощущения. У меня тоже ребенок вчера сказал, когда же мы начнем уже готовиться к Новому году, очень строго, потому что еще ничего не готово. Все меняется, это правда. Я хочу тоже всех обнадежить, что начинали мы совсем-совсем не с праздничного настроения. И потом потихонечку это все выравнивалось, и мы привыкали, и постепенно это превратилось в праздник уже для всех. Да. И смотрите, здесь есть очень хорошая еще такая вещь. Опять же, что такое эти праздники длинные? Мы все оказываемся дома с семьей. У нас у всех выходные. И надо стараться это время потратить как раз на построение отношений. Да. Что такое жизнь семьи ребенка с аутизмом, особенно маленького ребенка? Это бесконечная череда каких-то занятий. Да. Очень плотное расписание. Очень много всего. Особенно, если город большой. Это вы либо за рулем, либо в метро. Успеть туда, успеть сюда. Договориться с дедушкой или с бабушкой, чтобы он его забрал. Отвез куда-то. Приготовить еду и так далее. Да. Очень, ну, марафон. И вот наступает это время, когда можно выдохнуть. Давайте использовать его для того, чтобы как раз попытаться построить побольше вот этих внутрисемейных каких-то историй. Да. Отношений с ребенком внутри семьи, которые сложно бывает строить в каждодневной рутине. Придумайте. Есть такая замечательная вещь. Придумайте какое-то одно новогоднее занятие. Можно одно и то же в течение всех праздников. Например, там, печь печенье. Можно, если ребенок постарше, можно что-то разное. Да. Сегодня мы там вырезаем снежинки. Завтра мы печем печенье. Послезавтра мы пойдем куда-нибудь погуляем в парк и так далее. Да. Можно запланировать и сделать тоже это расписание. Не надо очень много этих активностей. Но главное, главное, что вы будете вместе во время всех этих активностей. Это самое-самое важное, что должно стать итогом этих праздников, что вы много сделали всего вместе. И вам, вам это прежде всего, как родителям, принесло удовольствие. Потому что мы очень много делаем для ребенка. Мы очень много забываем в этом себя. И если мы такие активности придумаем, когда нам всем хорошо, мы, как мамы, любим печь печенье. Значит, мы будем вовлекать ребенка в то, что интересно нам, а не только делать миллион полезных каких-то заданий, занятий, активностей для ребенка. Можно превратить любую активность, на самом деле, абсолютно любую, в полезное занятие для ребенка. Если вы вовлечены оба, если у нас продуман каждый шаг, то, поверьте мне, это будет точно таким же развивающим и корректирующим занятием, как то, что ребенок делает у логопеда, дефектолога или в школе. Это может быть даже еще более полезным, потому что ребенок это делать будет со своим наиболее близким, значимым взрослым, со своими родителями. Поэтому вставляйте ежегодные новогодние занятия в привычное для ребенка расписание, сохраняйте режим дня, не пытайтесь перекроить все полностью, что если вы вставали ежедневно в 7 утра, и вдруг мы в празднике начинаем вставать в 11, и нет у нас ни завтрака, ни обеда, ни ужина, и все полетело. Нет. Старайтесь сохранять привычный режим дня, но вставляйте прямо в расписание, если вы используете визуальное расписание, туда эту новогоднюю активность. Очень хорошо, если вы будете использовать готовые визуальные алгоритмы. Сейчас в интернете очень много, если вы залезете в рецепт, например, если вы выбираете то же самое печенье, печь печенье, очень много уже готовых пошаговых визуальных алгоритмов. Прямо берите планшет, прямо учите ребенка пользоваться этими готовыми алгоритмами пошаговыми, и вы придете к очень хорошему результату к концу ваших праздников, если вы каждый день, например, будете печь разное просто печенье, или даже одно и то же, если ребенку нравится, но вы будете делать это совместно. Каждый раз давайте ему все больше пространства для собственной активности, чтобы он что-то мешал, чтобы он что-то раскатывал, вырезал эти формочки. К концу новогодних праздников, если активность будет одна, поверите, он будет делать практически целиком все это печенье, а вы будете только радостно совместно его потом поедать. И это будет очень такое хорошее семейное время, которое будет постепенно у него ассоциироваться именно с этим новогодним периодом. Пожалуйста, используйте, неважно в какой парадигме вы воспитываете ребенка, мы сейчас все очень родители, очень знающие, кто-то из нас закончил курс ABA, кто-то из нас закончил курс A4Time, кто-то из нас просто профессиональный уже практически дефектолог или психолог, кто-то из нас еще в каком-то развивающем подходе работает. Не так важно, в каком подходе вы привыкли работать с ребенком, если вы действительно с ним занимаетесь прямо какими-то коррекционными занятиями дома. Вы можете в этой же парадигме продолжать общаться с ребенком, но просто на тему Нового года. Постарайтесь давать как можно больше доступной информации, отойдите от инструкции, старайтесь просто больше беседовать, разъяснять им с помощью каких-то совершенно простых примеров, не надо каких-то очень-очень сложных. Если вы возьмете любую даже детскую книжку про Деда Мороза и начнете читать вашему ребенку, вряд ли он там что-то поймет. Все-таки эти истории вам лучше писать самим. Вот здесь вот приведен пример из книги Макото Шабутане, 100 историй в картинках, когда ребенку можно объяснить, почему, например, дети одеваются в костюмы. Далеко не любой ребенок с аутизмом одевает вообще карнавальный костюм и вообще любит это. А уж тем более не любой ребенок с аутизмом и долгое время, кстати, понимает, кто такой Дед Мороз, почему он так одевается и зачем он нужен. Многие дети его пугаются. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, вы сейчас с нами? Я бы хотела сейчас Сергею Николаевичу тоже задать вопрос, потому что насколько... Пока у нас все дети еще в школе, сегодня у нас все-таки еще школьный день. Я надеюсь, они нас не смотрят. Я открою маленький секрет для родителей. Сергей Николаевич у нас заслуженный Дед Мороз. Нашей школы «Кошенкин лук». И буквально сегодня, уже через час, он пойдет со своим мешком раздавать детям подарки. И дети будут, мы надеемся, будут счастливы этому. Но вот скажите, Сергей Николаевич, вот этот самый сложный момент, когда появляется Дед Мороз, и если дети его боятся, что должен делать дружелюбный к аутизму Дед Мороз? Как себя вести? Как родителям подготовить Деда Мороза или родственника, который выступает Дедом Морозом, для того, чтобы это прошло максимально гладко? И что вообще должен делать человек, воспитывающий ребенка с аутизмом, чтобы максимально облегчить эту историю, знакомство ребенка с Дедом Морозом? У меня слышно, да, сейчас? Слышно прекрасно. Только не видно. Ну, камера у меня упал зла. Я просто хотел сказать, что... А вот и Дед Мороз к нам пришел. Чего меня бояться, Дедушка Мороз? Не надо меня бояться. Не надо меня бояться. Я очень даже позитивный персонаж. И хочу им оставаться для любого ребенка. Не важно, аутизм это или не аутизм. Вот, я надеюсь, не могу так видеть сейчас. Еще раз всех с Новым годом! И я хочу ответить на этот вопрос. На самом деле, действительно, очень многие ребята боятся, но это никак не связано с аутизмом вообще. Из моей многолетней, десятилетней, а то и, наверное, двадцатилетней практики Деда Мороза, я хочу сказать, что все дети поначалу могут бояться Дедушки Мороза. Некоторые не боятся. Все будет зависеть от такой условной гиперактивности ребенка. Если он шелудной, если он такой озорной мальчукан, то он выбежит еще и бороду отталек. А если он скромный, стеснительный и в меру воспитанный, то, соответственно, он будет, возможно, пугаться Дедушки Мороза. Но во всех случаях, да, во всех случаях, частая ошибка, которую совершают родители, это то, что родители, видимо, сами в предвкушении этой встречи, они просто стремятся показать ребенку Деду Мороза. «Смотри, Дед Мороз, и очень навязчиво это делают». Но как раз именно вот этого дети-то и боятся. Потому что, ну, представьте себе, что вдруг сейчас к вам зайдет велика с огромной черной бородой и будет вам что-то навязчиво предлагать. И у вас же большая радость, что даже любой взрослый этого испугается. Но если вы узнаете, что на самом деле это какой-нибудь сказочный герой, наидобрейший, наидчудейшний, то большая радость, что как раз-таки вы потом расположитесь к ним. А также и здесь, да, что прежде чем знакомить ребенка с Дедушкой Морозом, нужно прислушаться к некоторому, что ли, темпу восприятия самого ребенка. Если ребенок не готов, ну, возьмите его на руки. Да, просто со стороны посмотрите на Дедушку Мороза. Обратите внимание ребенка на Дедушку Мороза. Чтобы просто ребенок слышал, видел и увидел, да, и, может быть, навязал вот это само понятие Дедушки Мороза к этому персонажу. Да, а еще ужаснее, когда Дедушка Мороз бежит и начинает еще хватать ребенка и куда-то его уйти. Это вообще уже страшно. Мало того, что я привык с мамой с папой, тут еще какой-то дядька с белой бородой. И вообще непонятно, что это у меня такое, борода или не борода. Потому что борода вот у папы есть, вот эта борода. А эта белая штука на голове тоже не очень понятна. Поэтому, если я понимаю, что мой ребенок не такой включенный, не такой активный, то есть смысл чуть-чуть подождать, чуть-чуть стараться, чуть-чуть постоять, посмотреть. Одному родителю взять ребенка на руки, второму родителю подойти к Дедушке Морозу, пообщаться с ним, поговорить, посмеяться, что-то начать вместе делать. И в этот момент подойти к другому родителю, к этому ребенку, с ребенком к Дедушке Морозу, и посмотреть, что же там делает Дедушка Мороз. Да, то есть вот это познакомство, оно должно быть такое постепенное, плавное, поэтапное, если хотите сказать, да, не навязчивое, да, вот в ряде случаев мне помогало просто подход к елочке, посмотреть, что же там на елочке, рассмотреть елочку. И не обязательно, о-о-о, да, это тоже может испугать ребенка, да. Можно достаточно, что хочет, кстати, о-о-о, здравствуйте. Дедушка Мороз навряд ли у себя дома ходит и очень громко басом кричит без конца. Наверняка у него есть тоже тихий, спокойный голос, да, который он может спокойно, мило, душевно беседовать со своей внучкой Снегурочкой. Вот, поэтому не обязательно Деду Морозу кричать и громко-громко разговаривать. Можно вообще ничего не говорить, а поздороваться, помахать ручкой. Молчаливый Дед Мороз, да, сыграть в такую игру, молчаливый Дедушка Мороз, игра в фантамин. Да, и тогда ребенок осмотрит, что человек пошел, помахал, знакомые жесты, да, узнаваемые жесты. Ну, вот это, наверное, такое ключевое. Вот. А второе, что очень важно, чтобы то, что вы припадали в анализе поведения, ну, в принципе, во всех подходах, которые вы сейчас озвучивали, важно привязать вот этого персонажа к чему-то очень приятному, да. Чтобы у каждого ребенка сложилось впечатление, что вот этот персонаж, он несет в себе какой-то позитив, что-то приятное. И поэтому очень важно, что Дедушка Мороз, вот, каждое его движение, каждое действие создавал какой-то комфорт и в то же время что-то приятное для ребенка. Комфорт в виде того, что с ним комфортно находиться, он не громко не орет, он слишком навязчивый, он делает понятные действия для ребенка. Например, там, если ребенку 20,5 года, я приду, скажу, так, ребята, кто расскажет, мне стихотворение, ну-ка встаем на стульчик, да, и... А потом давайте сами сыграем в игру в пантанимах. Ну, большая вероятность, что ребенок не поймет, что я возвращать от него хочу. А если дедушка Мороз подойдет и скажет, привет, дедушка Мороз, а где елочка? Елочка, а здесь игрушки, а давай вместе поводим хороводик, допустим. Или просто там повзаимодействовать, там, дай игрушку, дай игрушку, покажи где-то что-то. Да, то есть какие-то очень узнаваемые инструкции, понятные инструкции для ребенка. Это все будет работать именно на то, чтобы ребенок понимал, что вообще от меня исходит. Вот. А другой важный момент, к чему я так долго веду, подарки. Друзья мои, подарки. Дедушка Мороз – это всегда носитель огромного мешка с подарками. Только подарки должны быть те, которые ребенок хочет. Да, не надо дать то, что ребенок не очень хочет, не любит, не интересно. Да, важно, чтобы ребенок понимал, что дедушка Мороз, он принес подарок. Ну, во-первых, мы можем понимать, что слово «подарок» означает, да, и игрушка там, еще что-то. Да, или может быть, это отдельно про это поговорить, как-то накануне, потому что такой подарок. Вот. Но в любом случае, то, что дали дедушка Мороз, очень важно, чтобы ребенок этого точно хотел, точно любил. И не важно, что. Любит он какие-то сенсорные игрушки, да, если это, например, ребенок, ну, с аутизмом, ну, так и подарить ему это. Любит он фантики, там, подтеребить, ну, может быть, дать ему пару фантиков в этот день такой. И ничего страшного, что там вы собьете проработанную какую-то программу, но это тот день, когда можно чуть-чуть пошарить, как говорил Карлсов. Поэтому подарки должны быть все-таки ценными для ребенка, и он должен понимать, что это вот то, что ему хочется взять у этого человека, и он ему дает. И не обязательно при этом требовать, чтобы вот он обязательно стишок рассказал. Дедушка Мороз, он любит всех детей. И это надо понимать. И не обязательно за стихотворение, а за просто так, за то, что он просто ребенок, вот к чему и призывать всех родителей. Да, и, кстати, здесь очень важную сказал Сергей Николаевич вещь. Очень часто родители расстраиваются от того, что дети не следуют ожиданиям того поведения, которые дети обычно демонстрируют во время елок, во время прихода Деда Мороза, и больше всего происходит расстройство у родителей, чем у детей. На самом деле, если бы родители не расстраивались, что обязательно ребенок должен сесть на колени Деда Мороза, встать на стульчик и рассказать стишок, они пришли туда именно для того, чтобы познакомить ребенка с праздником, познакомить, что есть Дед Мороз, есть елка, есть какие-то веселые игры с аниматорами. Все происходило бы намного комфортнее для всей семьи. Прежде чем ребенок начинает участвовать совместно с детьми активности, у нас есть предыдущий период, это навык параллельной игры, когда ребенок может просто находиться в том же помещении, где уже там аниматоры занимают детей, там все здорово, но ребенок сел в уголочке, вот видите, на фото, и играет в свои собственные игрушки. Это не значит, что в этот момент родители, особенно маленького ребенка, очень расстраиваются, потому что это значит, что ему ничего не нужно, он не понимает и вообще, зачем мы сюда пришли. На самом деле ребенок делает очень важную работу, он уже может находиться там, где происходит какая-то интересная веселая игра, он просто пока еще не готов к ним присоединяться, но уже какими-то моментами он присоединится, например, на тот же момент выдачи подарка. Да, он пока еще не встает в общий хоровод, но за подарком он уже подошел. Это очень здорово, но даже тот факт, что ребенок в ужасе не выбегает из этого помещения и не сорвает бороду Деду Морозу, это уже хорошо, поверьте, не стройте очень больших ожиданий, наоборот, настраивайтесь на то, что это праздник, который должен быть приятен для всех. Если у ребенка есть сложности какие-то пока еще в восприятии окружающей действительности, он пока еще не все понимает, но он уже не против здесь находиться в целом, у него хорошее настроение, ему все нравится, но он хочет посидеть в уголочке и заняться чем-то своим, поделать какую-нибудь там, может быть, свою поделку или что-то свое, это тоже уже очень хорошо. Еще очень хорошее время для того, чтобы, многие родители говорят, вот, ребенок не умеет позировать, очень хорошее время для того, чтобы этим заняться, потому что развитие навыка позирования тоже требует времени. Иногда ребенку совершенно непонятно, зачем его ставят, тычут ему телефоном в лицо и что-то от него хотят, чтобы он как-то там стоял. А начните с того, что такое Новый год, это огромная, большая декорация, которая везде, куда бы вы ни пришли, на улице, дома, в школе, везде появляется красивый фон. Начните с того, что просто фотографируете с ребенком эти красивые фоны, фотографируетесь на них сами и объясняете, что мы встаем где-то, позируем для того, чтобы у нас остался на память этот красивый фон. И когда вы проделаете это много-много раз в течение всех праздников, поверьте, к концу праздников ребенок уже будет с удовольствием сам выбирать место, где сфотографироваться, позировать, стоять достаточно долгое время. Тоже используйте этот момент для развития отношений. Пока дети, остальные там водят хороводы, вы можете походить по этому залу и просто пофотографироваться с ребенком и просто дать ему поделать то, что ему интересно. Но то, что он уже там находится и не убегает, это уже очень-очень здорово. Что мы хотим всегда во время новогодних праздников, мы, конечно же, хотим, чтобы ребенок куда-то ходил. Но в силу того, о чем мы поговорили в первой части, такой большой вступитель нашего вебинара, о том, что есть много таких стрессообразующих факторов. Не всегда это сенсорно доступная среда, эмоционально доступная среда для ребенка с аутизмом. Очень много народу может быть в этих мероприятиях. Поэтому, когда мы говорим об условной елке, очень хорошо продумайте, какая елка подойдет вашему ребенку. И главное, что начните готовиться к этому сильно-сильно-сильно заранее. Если ребенок еще маленький, запланируйте максимум одно такое мероприятие, которое будет называться условной елкой. Причем, это не обязательно должна быть традиционная елка в каком-то зрительном зале, где гаснет свет, и все дети должны сидеть тихо. Вот здесь перечислены те активности, которые обычно есть у нас в репертуаре новогоднем вообще для детей. И начинать-то нужно всегда как раз с того, что не требует соблюдения каких-то строгих правил. Потому что сесть в зрительном зале и сидеть там целый час молча в темноте, это, наверное, самое сложное, что только может быть. С этого ни в коем случае не надо начинать. надо выбирать мероприятия с максимально демократичными правилами. Это как раз праздники на открытом воздухе, когда, собственно, все дети ведут себя как хотят, от них не требуется ни соблюдения тишины, ни того, чтобы они неподвижно сидели или стояли на одном месте. но есть все атрибуты праздника. Мы уже можем приходить, совершенно необязательно ребенку включаться в анимационные активности, но он может уже присутствовать, слушать музыку, видеть людей, видеть их радость, видеть то, что есть подарки, какие-то сладости может быть, и уже привыкать к этой атмосфере. Очень я люблю посещение музеев и библиотек как вариант новогодней активности, потому что музеи и библиотеки это очень демократичные с точки зрения поведения детей места, но они тоже устраивают новогодние мероприятия. Они очень, они, как правило, не происходят так, что дети сидят в зрительном зале, они включают в себя много вариантов двигательной активности, там детям предлагаются какие-то игры, квесты иногда, может быть, это просто какой-то мастер-класс новогодний. Выбирайте то, что нравится вашему ребенку, и это еще достаточно камерном формате, да, прийти сразу же на елку, где там 500 человек детей, может быть, вообще очень сложно, да, потому что это сенсорно небезопасная среда, она не очень подходит для ребенка с аутизмом. Бывают дети, кстати, с гипочувствительностью, которым нравится, когда много шума, когда много света и много каких-то спецэффектов. Такие дети любят и цирковые представления, такие дети любят такие большие световые шоу, типа вот как «Крокус Сити» у нас есть, да, там на тысячи человек. Еще почему хороши большие зрительные залы с большим количеством эффекта, если сенсорно ребенок хорошо их воспринимает, тем, что там дети тоже не сидят неподвижно на стульях, они вскрикивают, они хлопают в ладоши, они могут где-то там в проходе потанцевать и выйти, и никого это не смутит, потому что есть еще такой как бы стереотип, что детям с аутизмом могут подходить какие-то очень маленькие, камерные такие мероприятия, но на самом деле как выглядит это маленькое камерное мероприятие, если это такая елка для малышей, что там происходит? Там обычно все происходит так, что это в небольшом зале выключается свет, и актеры таким очень тихим, проникновенным голосом начинают рассказывать какую-то сказку, и дети тихонечко, тихо сидят вокруг этого человека и с благоговением его слушают. Ну, те люди, у кого в семье растет ребенок с аутизмом, знают, как тяжело бывает родителям, еще намного более тяжело, чем в больших стадионах, с ребенком с аутизмом на таком камерном маленьком мероприятии, потому что когда все двухлетние, трехлетние малыши сидят на подушечках и с благоговением смотрят на сцену именно этого человека, который тихим голосом рассказывает, наш ребенок начинает размахивать руками, прыгать, перегружаться, и вообще ему непонятно, почему темно, и почему надо тихо себя вести, и ничего нельзя говорить в этот момент, когда ему очень хочется что-то сказать, или вообще его может просто очень сильно испугать. Это тоже не очень хороший выбор, вот эти маленькие камерные елки, они не всегда дружелюбны для ребенка с аутизмом. А вот как раз мероприятия в музеях и библиотеках, особенно если там есть инклюзивная работа, и вы предупредите, что такой ребенок придет, они не предполагают выключение света, они не предполагают того, что ребенок не может выйти и зайти 10 раз, если ему нужно из этого помещения, они как раз предполагают очень свободное вовлечение в активности. И поэтому я вас всегда призываю посмотреть на афиши ближайших музеев и библиотек, потому что это намного более щадящий вариант, чем сразу привезти ребенка на такую елку, особенно, где очень все строго. Поэтому вам, как родителям, нужно очень ответственно подойти к выбору мероприятий. Вот этот первый этап подготовительный, предварительный. Выбирайте мероприятие соответствующие возможности возраста вашего ребенка. Позвоните и поговорите, как проходит, слишком ли строгие правила. Или, допустим, можно выходить и заходить, и ничего страшного не будет происходить. Или там достаточно все свободно. Будет ли там очень шумно, если у вашего ребенка сенсорная непереносимость громких звуков, стоит ли вам идти на какие-то очень шумные мероприятия, там будет много музыки. Или там все достаточно спокойно, и там все говорят обычными голосами, никаких громких Дедов Морозов или аниматоров, которые будут хватать и брать детей на руки. Узнайте о сценарии этого мероприятия и ориентируйтесь на специальный интерес ребенка. Если ваш ребенок любит животных, позвоните в зоопарк и узнаете, что там есть. Там тоже проходят новогодние мероприятия. Возможно, что это будет то, что нужно для вашего ребенка. А может быть, ваш ребенок любит цифры, и сейчас есть научные елки, которые очень подойдут вашему ребенку. Может быть, он любит опыты, и такие тоже активности есть. Главное, чтобы эта активность была максимально свободной, и продумайте те условия, которые сделают это посещение комфортно. Во-первых, узнайте, есть ли такое помещение, куда можно удалиться с ребенком, если ему будет сложно. Мы там называем помещение тихой комнатой, сенсорной комнатой. Вот здесь на слайде расположена сенсорная комната, которая прямо существует в музее заповеднике Царицыно. Она сделана прямо как отдельное помещение, куда может семья удалиться, если ребенку стало тяжело. Если мы видим, что какое-то уже кризисное поведение наступает, он очень перевозбудился, перегрузился сенсорно. Есть прямо стационарные помещения, но совсем не обязательно, что они должны быть везде. Может быть, просто есть какой-то уголок, о котором вы заранее договоритесь, выйти из зрительного зала, есть в фойе диванчик, и спокойно тихо ребенок посидел, отдохнул и вернулся обратно. Если вы все-таки садитесь на представление, где есть места, выбирайте те места, которые ближе к проходу, чтобы вы могли в любой момент покинуть с ребенком это помещение. Иногда это не значит, что ребенок хочет уйти. Если он ведет себя, он начинает вставать, явно какие-то признаки того, что ему не очень здесь комфортно находиться, выказывать, это иногда значит, что он просто перезагрузился, ему нужен перерыв. Достаточно ребенка вывести как раз в фойе тихо и спокойно, там нет большого количества отвлекающих факторов. Желательно выбирать не такие места, где, знаете, вот выходишь в фойе, и там миллион лотков со всякими вещами, там светящиеся игрушки продаются. Это тоже не очень хорошо, потому что это все будет отвлекать и перегружать вашего ребенка. Желательно знать, договориться заранее с сотрудниками того, той организации, куда вы пойдете, где может быть это место, где ребенок отдохнет. И иногда после этого отдых они очень с удовольствием возвращаются досматривать представления или участвуют в мастер-классе в той активности, которая предлагается. Возьмите с собой те предметы, которые являются сенсорно-притягательными для ребенка. Если нужны шумоподавляющие наушники, обязательно их берите, потому что шумно будет в тот или иной момент обязательно. Если ребенок любит что-то сжимать в руках, возьмите. Это то, что снизит риск наступления сенсорной перегрузки во время Нового года. Продумайте, узнайте, есть ли какие-то тактильно доступные объекты, их очень любят дети, потому что, когда ничего нельзя, тоже не самые приятные впечатления. Подумайте о том, как вы будете готовить ребенка к этой активности. Подберите максимально возможно весь контент, который можно собрать об этом представление или это елка, или может быть, это просто спектакль, вы собираетесь пойти. Соберите все, что есть, видео, аудио, фотографии. Сейчас очень много всего в сети и приступайте к подготовке ребенка к этому мероприятию. Очень хорошо, если вы напишете социальную историю, но я понимаю, что не у всех есть ресурсы и силы изучать, что такое социальная история. Если вы просто даже подготовите фотографии этапов этого мероприятия, выстроите их в той последовательности, допустим, мы приходим, мы раздеваемся, мы заходим в зал, мы смотрим представление, потом у нас мастер-класс, потом мы одеваемся и уходим, уже эту последовательность выстроите в фотографии для ребенка или покажете видео, это уже будет очень хорошим подготовительным моментом. Главное, чтобы эта история не содержала массу информации о том, что вы можете почитать книгу Кэрол Гори, где рассказывается очень хорошая, помогающая родителям с аутизмом готовить детей как раз к посещению общественных мест. Главный принцип, который вам нужно помнить, чтобы эта история была максимально дружелюбной, не надо рассказывать, что мы придем куда-то, где ничего нельзя, где нельзя громко кричать, где нельзя бегать, где нельзя говорить и вообще ничего нельзя. Такую историю писать в принципе нельзя, лучше туда даже и не ходить и к такой истории приступать нельзя. Расскажите о том, что там будет можно делать. Это такая краткая история в картинках, где в доступной для ребенка форме рассказывается об активностях. Вот, например, замечательный квест, который часто проходят дети перед Новым годом, он как раз инклюзивный, подходит детям с аутизмом по следам дворцового снеговика, когда дети ходят, их встречает фея, они выполняют какие-то задания, здесь рассказывается, что дети будут искать подсказки, потом они придут в парадный зал, потом они найдут снеговика и разгадают тайну дворца, там в конце сюрприз, там будет у них Дедушка Мороз, можно это не рассказывать в социальной истории, если ребенок уже готов к встрече с Дедом Морозом, если он не готов или он вообще не понимает еще пока тексты, лучше составить просто визуальное расписание. Это тот же самый квест, вот у нас разные дети проходили, кому-то мы предлагали социальную историю, кому-то мы предлагали визуальное расписание того же самого квеста, вы видите, совсем простое перечисление активности, гардероб, фея, снеговик и Дед Мороз с подарками, но это тоже уже вариант подготовки, это визуальное расписание должно появиться за несколько дней до того, как вы куда-то пойдете и подготовить ребенка к тому, что будет происходить в том месте, куда вы придете. и, конечно же, используйте по максимуму, используйте видео, которые вы найдете в интернете, главное, заранее его посмотрите. Сейчас очень много родителей увлекается видеоблогингом, они ходят в какие-то места, снимают все, что там происходит, смотрите, чтобы там не было очень такого хаотичного клипового монтажа, чтобы действительно это было понятно, дети очень любят, дети с аутизмом тоже, как и любые другие дети, смотреть видеоблоги, если вы просмотрите много раз то мероприятие, когда вы собираетесь пойти потом с ребенком, поверьте, он будет очень хорошо подготовлен к тому, что он знает, главное, дети наши не любят сюрпризов, сюрпризов не нужно, нужно максимально заранее рассказать о том, что там будет происходить, если он будет хорошо знать благодаря визуальному расписанию, социальной истории или видео, уже половина тревожности будет снята заранее, и ребенок, в общем-то, будет готов к тому, на 80% он будет готов к тому, что там будет происходить. Когда мы непосредственно пришли уже на это мероприятие, еще раз, нам важно знать все правила, это зависит от нас, родителей, мы заранее узнали, что можно делать, что нельзя, постарались подготовить к этому ребенку. Мы разрешаем ребенку входить и выходить, мы не заставляем ребенка подходить к Дедушке Морозу или читать стишок, если он этого не хочет, максимально свободно и комфортно. Мы знаем, где находится то место, где ребенок отдохнет в случае необходимости. Ну и, конечно же, мы проговорили те моменты с персоналом этой организации, куда мы пришли, о том, что вот придет такой ребенок, у него будут такие сложности, чтобы они спокойно относились к его каким-то поведенческим, не совсем стандартным реакциям. Но сейчас ситуация меняется очень быстро, сейчас уже редко есть, особенно в крупных городах, какие-то места, где не знают про детей с аутизмом и про то, что они могут выдавать нестандартные реакции. И люди, которые работают как раз в таком культмассовом секторе, занимаются досугом детей, как правило, уже знают. Если они не знают, об этом нужно тоже поговорить заранее, что ребенок может себя вот так вот вести. Все нормально, у нас все под контролем, не нужно ничего предпринимать. Продолжайте заниматься, чем вы продолжаете. Мы с нашим ребенком будем здесь находиться или, если нам будет сложно, мы там удалимся туда, куда вы нам скажете, где мы можем отдохнуть. Здесь проведен список музеев Москвы, для тех, кто из Москвы, которые, в принципе, уже достаточно давно работают с детьми с аутизмом, делают инклюзивные мероприятия. Но если вы из других городов и вас интересует, есть ли что-то подобное у вас, напишите нам. Мы посмотрим, у нас достаточно большое количество партнеров музеев из разных городов, которые тоже работают с детьми с разными особенностями, с особыми потребностями и наверняка делают что-то под Новый год. Это обязательно. И если вы еще пока не знаете, куда пойти, вот этот список вам в помощь, плюс пишите нам из других городов. Обязательно мы постараемся найти что-то, что проходит у вас. Мы сейчас уже тогда будем двигаться к концу. Что нам еще важно? Не забывайте о том, что после того, как вы куда-то сходили, проработаете с тем фотоматериалом. Мы сейчас очень много все фотографируем и очень много снимаем видео. Но часто это у нас все остается в телефоне. Распечатывайте ваши фотографии, смотрите видео вместе с вашим ребенком и вот в эти свободные дни занимайтесь тем, чем мы раньше любили очень заниматься. Делайте семейные фотоальбомы. Раскладывайте последовательности этих фотографий в той последовательности, как они происходили. Если мы хотим детям объяснять о днях недели, давайте вспомним, что у нас там было 30 декабря, что 31, что 1. Прямо с собственными фотографиями ребенок намного лучше восстанавливает ход событий, чем когда это абстрактные какие-то истории. Обсуждайте, учите детей комментировать, учите, если они у вас уже пишут, пусть они подписывают эти фотоальбомы. Здесь уже у вас полет творческий, мы с детьми много чего, делаем школы, делаем фотоальбомы, коллажисты, газеты, все это можете делать вы. Это прекрасный вариант тоже активности на новогодние каникулы, которые длинные. И если вы эту фотоисторию уже создадите, вам будет что показать на следующий Новый год ребенку, когда он уже забудет, и у него опять будет масса страхов и тревожностей о том, что можно такого интересного поделить. Ну вот, наверное, и все. Самомоделирование – это когда вы снимете видео, снимите хорошие моменты, сделайте монтаж, сейчас это делается очень просто, не снимайте, когда у вашего ребенка было не очень хорошее настроение, снимите как раз, как он водил хоровод, если он его водил, снимите, как он участвовал в мастер-классе, как он смотрел представления и так далее, и покажите ему, как это было, сделайте такой посленовогодний ролик, это отличный метод видеосамомоделирования, когда ребенок уже видит себя вполне успешно в каких-то новогодных активностях, и это тоже закрепляет это поведение. И для тех, кто сегодня к нам пришел, нас здесь немного, но вы пришли, я хочу сделать маленький анонс. Для тех, кто еще не знает, куда пойти, у нас появилось новое, большое, инклюзивное место на карте Москвы для москвичей и жителей Подмосковья. Если кто-то из вас еще не знает, на какую елку повезти, у нас замечательное, очень интересное событие будет завтра и послезавтра в Доме культуры ГЭС, да, вы, наверное, ГЭС-2, вы о нем слышали много, наверняка, обсуждалось это очень активно, что у нас открылся, открылся такой Дом культуры ГЭС-2, и особенно вот эта скульптура очень много обсуждалась, интересно. Если хотите увидеть ГЭС-2, эту скульптуру, и побывать на интересной, инклюзивной елке под названием Тихий рейв, там будет дискотека в наушниках, да, и сенсорно безопасная абсолютно для всех, если кто-то захочет потанцевать, поучаствовать в разных активностях, сможете увидеть, как это происходит. Очень интересная новая молодежная команда пришла именно в инклюзивный отдел ГЭС-2. Напишите в комментариях, что я хочу прийти на эту елку, и я вам пришлю контакты людей, как туда попасть. Будет завтра утром и в воскресенье вечером происходить этот Тихий рейв. Если хотите, пишите ваш имейл, оставляйте, я вам напишу, как туда попасть. Это как раз сюрприз для тех, кто пришел к нам сегодня на вебинар. Может быть, Елена Вячеславовна захочет тоже с группой подростков его посетить, я тоже расскажу, как. И ходите, посещайте разные мероприятия, но обязательно предварительно готовьтесь. Поверьте, это не будет всегда так громоздко и так сложно. Это будет первые несколько лет. Вам нужно будет вложиться так же, как вы вкладываетесь во все навыки, которые вы хотите обучить вашего ребенка, но зато потом, поверьте, ваш ребенок полюбит Новый год, и вы так же, как рассказала сегодня Елена Вячеславовна, будете туда стремиться, хотеть наряжать елку, покупать, ходить на представления в театре и так далее. Все это будет просто, нам нужно немножко больше времени, немножко больше подготовки. Зато, зато вы получите истинное удовольствие от того, что вы во всем в этом поучаствуете вместе. Эти праздники не пройдут вот так вот мимо вас, они будут действительно семейными, совместными, и мы надеемся, что они пройдут комфортно для всей семьи, и все, что вы загадаете на этот Новый год, сбудется в Новом году. Хочу передать моим соведущим слово, потому что у нас уже практически вышло время, но наверняка есть что сказать и пожелать, и может быть что-то добавить. Если есть какие-то вопросы, куда пойти, как подготовиться, что-то вам рассказано у мной непонятно, я могу поподробнее вам описать в письме, пишите нам обязательно, можно писать на адрес, можно писать здесь в чате, можно присылать нам всегда письма, мы с удовольствием вам ответим. Женя, спасибо огромное, это было очень ценно, это так структурировано, и спасибо отдельное за список мероприятий, и за приглашение тоже, прямо вот сейчас мы с тобой договоримся, как воспользоваться. Я бы хотела попросить озвучить еще раз автора книги «Стой истории в картинках», спрашивают люди в комментариях. Да, Макото Шибутани, я сейчас кину ссылку на эту книгу, это очень хорошая книга, там вот именно, что я как раз приводила образец страницы из этой книги, там вот картинка и коротенькая история, и «Стой истории о правилах общения и безопасного поведения» она называется. Сейчас я кину ссылку на АЗО, другая у меня не выпала, но в принципе ее можно найти в разных магазинах. Спасибо большое. Елена Мишлановна, мне кажется, у нас сегодня произошел такой маленький мостик на следующий год. Евгения Владимировна нам сейчас показала, как важно вот включать ребенка в мир общения, в мир людей, но сколько нюансов она осветила вот за сегодняшнюю небольшую встречу, это позволяет нам в следующий год начать по сути говорить про то, как обучать ребенка вообще всему. Как знакомиться социально, что такое социальная история, как их вводить, для чего их, как формировать какие-то понятия, как формировать навыки самообслуживания. Мне кажется, вот это новогоднее мероприятие, это, как знаете, как зачетное мероприятие по итогу всего года. То есть мы с ребенком будем год работать, чтобы посмотреть, насколько он стал уже более включен и самостоятельным. поэтому, мне кажется, следующий год нам мы просто с вами обязаны начать с знакомства наших родителей с тем, как вообще заниматься с ребенком самостоятельно дома, со специалистами и вот этому посвящать наши встречи. Как вы думаете? Думаю, да, продолжим и, в общем, посмотрим, какими подготовленными подойдем к следующему новому году. План есть. Потому что все мое не Дед Морозовское, а профессиональный нудрок просто рвалось сказать, да, вот здесь вот еще надо вот так вот, а здесь вот еще и так вот. Ну, нет, это тема отдельных встреч. Поэтому вам огромное спасибо. Вот, у меня такой маленький вопрос вот к нашим слушателям и уважаемые девушки к вам. Но только к вам не как к специалистам, а как, в первую очередь, к мамам. Да, вот, мне бы хотелось так задать такой вопрос. Вот, поясню, мне как в роли Деда Мороза понятно, чего я хочу от ребенка. Ну, мне как бы вот здесь вот как раз все понятно. Он важен, чтобы он со мной взаимодействовал и получил подарок и порадовался за этот подарок. Вот это моя самая главная задача. А вот, когда вы, как мама, да, как родители, ведете ребенка на Новый год Деда Морозов, приглашаете Деда Морозов к себе гость, или что-то такое с этим праздником. Вот вы что хотите от Дедушки Морозов? По-простому. Как бы, для чего вы это делаете? Такой экзистенциональный вопрос от Деда Мороза. Давайте я тогда начну смотреть по-матерински. Для меня и Дедушка Мороз, и все остальные герои сказок, и герои мультфильмов и так далее, это очень важный пласт культуры. Это так называемая детская пока еще культура, но начинаем мы все с детской культуры, это и есть по большому счету социум. Это и есть то, куда мы хотим привести нашего ребенка. Мы хотим им показать, как здорово жить в этом мире. Но все мы входим в этот мир через культуру, через что-то сделанное людьми. Вот у детей у них своя специфическая детская культура. И, конечно, можно говорить, что, ну, мы знаем, да, как родители маленьких, особенно детей, говорят, ну, вот у меня у ребенка такой характер, ему это не нравится, он у меня вообще гений, профессор, ему это не нужно, все, он у меня энциклопедию уже читает. Это здорово, да, когда у ребенка есть какие-то свои интересы и устремления. Но есть специфическая вот эта детская культура и специфические детские активности, которые на самом деле сближают детей с друг с другом. А сближают они детей с друг с другом для того, чтобы они уже и взрослыми когда-то стали частью какого-то сообщества, комьюнити, своего круга общения, своего профессионального круга. И Дедушка Мороз это один из первых персонажей, который на самом деле ставит дедок в этот самый хоровод и сближает их друг с другом. Это еще один из мостиков в виде такого сказочного персонажа-героя, который покажет детям, что быть друг с другом это здорово, что мы можем много очень интересного, необычного, сказочного делать вместе. Для этого нам и нужны все детские персонажи, эльфы, снегурочки, гномы, какие-то другие герои. Сейчас героев стало очень-очень много, сейчас все больше в Майнкрафт играют, чем в Деда Мороза, но это тоже детские герои, и они тоже объединяют. Если герои объединяют, они нам нужны. Для этого мы их хотим и вводим наших детей туда, где ребенок может стать возможность стать счастью какого-то, пусть маленького, но детского коллектива. И ему это понравится. Спасибо. Илья Руслан. Да, хочу Евгению поддержать в этом. И мне было очень важно, чтобы мой ребенок мог разделить, ну и по-прежнему мне это важно, чтобы мой ребенок мог разделить этот праздник, потому что праздник тоже очень важная часть нашей жизни. И получить удовольствие от этого праздника наравне со всеми остальными. То есть, по сути, это маленький кусочек быть как всех, быть самым. это возможно сделать встречу с другим сторонам. И это тоже очень важно. Интузия такая ворония даже. И мы здесь все делаем. А какое чувство вам это дает? Вот это вот то, что вы говорите, быть как все, или прикоснуться к сказке, вот здесь написали, да, или что все-таки была сказка, некое путешествие, изменение. Да, вот Евгений вы говорите. Вот какое чувство вам это дает, вот это событие, когда вот вы это организовываете? Гради какого чувства вы это делаете? Смотрите, я всегда не устаю повторять, вот для чего, да, мы говорим сейчас о том, что мы хотим ребенка куда-то привезти, там, на елку, на праздник. Почему мы это делаем? Потому что мы сами ходим куда-то, чтобы получать огромные какие-то положительные эмоции и впечатления. Мы ходим куда-то за впечатлениями. Что у нас останется, когда мы посмотрим на предыдущий год? Мы будем помнить свои рабочие будни, нет. Мы будем помнить только те моменты, когда мы получали какой-то огромный эмоциональный заряд. И рабочие будни мы будем вспоминать только тогда, когда у нас было какое-то большое мероприятие, фестиваль «Люди как люди». Мы его помним, потому что в этот день мы получили огромный эмоциональный заряд, получили огромное количество впечатлений. Так вот, я призываю всех, что, несмотря на то, что дети с аутизмом очень склонны к рутинизации и к стереотипному следованию какому-то стоящемуся расписанию, вставлять туда эти впечатления, и они точно так же их начинают получать, и точно так же их будни раскрашиваются воспоминаниями о поездке на море, о детском празднике, о елке. И их год становится насыщен вот этими какими-то эмоционально насыщенными, такими очень важными событиями, которые тоже и так будет выстраиваться их время. Понятие о времени тоже очень часто искажено у наших детей в голове, а вот так они выстроят этот календарь. Ага, там в марте мы мам поздравляли, там в июне мы поехали на море, а на Новый год у нас было замечательно в школе праздник. Из этих эмоционально насыщенных событий, из праздников, из крупных мероприятий складывается и наше время. И к этому мы пытаемся тоже приучить детей, да, радоваться, получать эмоции, получать впечатления, которые потом превращаются в воспоминания, из которых мы сделаем фотоальбом и будем его листать, желательно не в электронном виде, все-таки листание страниц это тоже особое действие, создает вот эту самую ауру сосуществования в социуме. Мы будем стремиться еще раз куда-то прийти, потому что нам там было хорошо. Мы будем стремиться с этими людьми к этому дедушке Морозу вернуться, потому что мы получили подарок и не участвовали. Радость. Одним словом. Радость. Радость. Это прекрасное чувство, прекрасные эмоции. Радость, веселье, счастье. Мы, кстати, очень хорошо, если мы научим ребенка точно так же, как мы, предвкушать. Вот предвкушение, да, не любят ребенок с аутизмом, сюрпризом, не хочет, мы его готовим, мы ему без сюрпризов все. А вот если он тоже науч... И они научаются предвкушать. И они научаются ждать каких-то там праздников, сюрпризов, уже не боясь. Вот если мы научим их предвкушению, это вообще очень большая победа. Спасибо большое. Я почему про это вас спросил? Потому что, если я понимаю, что я это делаю, то чтобы он лишний раз улыбнулся и получил удовольствие, и я сам от этого испытал удовольствие, радость, то мне кажется, вот что вы сделаете для этого? Это будет маленький пустячок в рамках этого праздника, но это будет такое достижение, которое останется потом. Не обязательно стремиться насытить все новогодние праздники миллионы событий. Просто вот как мне понравилось начать с прогулки, дойти до елочки и повесить игрушку. И это будет великолепное времяпрепровождение, которое останется в памяти у вас в первую очередь. А это как в самолетах. Сначала помоги себе, потом помоги соседу, дайте маску сначала себе, а потом ребенку. Так вот так же здесь, если я как родитель буду наполнен этим эмоциями, этим чувством, я же его и передам потом ребенку. Я же с ним его и разделю. Поэтому, мне кажется, я бы хотел пожелать, чтобы каждый родитель, который сегодня присутствовал в нашей встрече, и может быть каким-то новогодним волшебством это передалось всем родителям по всему миру, чтобы каждый родитель испытал какое-то чувство радости от общения в этот новогодний праздник со своими ребенками. В общем, вот такое пожелание. Верьте в ваших детей и верьте в себя. Всех с Новым годом. Хороших праздников. С Новым годом. С наступающим. Всем всего-всего наилучшего в Новом году. С наступающим. Да. Мы прощаемся, да, и увидимся уже в свете с вами в следующем Новом году. До свидания. До свидания. Спасибо всем. Хорошего Нового года. Спасибо.